Это страшное видео облетело всю Россию. Пару дней назад авария случилась в Анапе. Водитель автомобиля буквально вылетел на пути перед движущимся поездом. Два человека погибли. У нас своя печальная статистика. В 2020-м в Алтайском крае жертвами ДТП на железнодорожных переездах стали два человека. Основная особенность какая? Железнодорожный состав это огромной массы, вес достигает до 10 тысяч тонн. Остановиться он не может. Поэтому основной упор сейчас делаем не только на техническое оснащение, перевооружение ЖД переездов, но и на совместную профилактическую работу с органами ГИБДД и органами местной власти. В Алтайском крае сейчас 237 ЖД переездов. На некоторых сегодня дежурили сотрудники ГИБДД. Напоминали водителям, как правильно их переезжать и вручали памятки. Столкновения автомобиля и железнодорожного состава носят самый резонансный характер и тяжелые последствия. Будьте внимательны. В курсе всегда следим за этим. Бывает зачастую красный свет включается, бывает впереди тяжеловоз, он может немножко отъехать назад. И нам, естественно, нужно быть поаккуратнее, соблюдать дистанцию. Соблюдаете, потому что штраф платить не хочется? За жизнь боюсь. Ну а штраф это уже второстепенно. Кстати, штраф за несоблюдение правил на железнодорожных переездах составляет от 5000 рублей. В особых случаях водители и вовсе могут лишить права управления автомобилем. Только в этом году в крае камеры видеонаблюдения зарегистрировали 23 нарушения. 8 человек наказаны. А пока водители нарушают, такие кадры продолжают шокировать жителей России. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.